Более шести лет Дом с Маяком поддерживает детей и подростков с неизлечимыми болезнями. У проекта несколько направлений – благотворительный фонд, а также хосписы в Москве и Подмосковье. Заботиться о подопечных сотрудникам учреждения помогают партнеры, в числе которых компания «Сузуки». Сегодня в распоряжении фонда три кроссовера «Витара», благодаря которым медицинский персонал свободно перемещается по региону. Поскольку автомобили существенно экономят время и силы сотрудников, они успевают навестить больше подопечных. Медсестра Елена Котова проехала на предоставленной «Витаре» более 5000 километров за три месяца. В машине перевозят инструменты, лекарства и аппаратуру. Среди главных достоинств кроссовера медицинская сестра отмечает не только вместительный багажник, но и высокую проходимость, ведь ездить приходится не только по хорошим дорогам. До того, как дали «Сузуки» других машин у меня не было, приходилось ездить общественным транспортом. По Московской области это тяжело, гораздо тяжело, потому что это электрички, это перерывы с электричками, это автобусы, которые не всегда могут идти. Машина гораздо с ней проще, она, конечно же, выручает. Кстати, внести свой вклад и помочь неизлечимо больным детям может любой желающий, вступив в ряды автоволонтеров. Количество моторизованных добровольцев в доме с маяком приближается к отметке в 100 человек. Среди них есть даже мотоциклист, который выезжает на дальние расстояния. Автоволонтерство прекрасно тем, что оно не требует какой-то такой строгой регулярности, там, например, помощь один раз в неделю или один раз в месяц. Некоторые нам помогают один раз в несколько месяцев, просто когда могут. И закрывают те поездки, которые сложно закрыть, то есть сложно на них найти какого-то другого добровольца. И это для нас тоже очень ценно. Водители со стажем менее трех лет помогают перевозкой аппаратуры и иных посылок. Более опытные автомобилисты, помимо прочего, транспортируют пациентов с родителями. У нас более 700 детей в разных районах Москвы и Подмосковья, и часто им нужно посещать какие-то мероприятия или консультации с врачом. И для того, чтобы их довести до этой консультации или привезти в хоспис на мероприятия, нам в этом очень сильно помогают автоволонтеры. Также часто семьи нуждаются в том, чтобы им привезли какую-то метросходку или лекарство. Чтобы присоединиться к команде автоволонтеров, достаточно оставить заявку на сайте фонда. Ни одна не остается без внимания координаторов.